Исход, глава 30. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева сетин сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный. А вышина ему два локтя. Из него должны выходить роги его. Но обложи его чистым золотом. Верх его и бока его кругом и роги его. И сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его. Сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его. И будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетин. И обложи их золотом. И поставь его пред завесую, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Эта святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря, «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Всякий поступающий вычисление должен давать половину сикля, сикля священного, сикля двадцать гер, полсикля приношения Господу. Всякий поступающий вычисление от двадцати лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скини и собрания, и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ наших. И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания, и между жертвенником и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным ему и потомкам его в роды их». И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирный, самоточный, пятьсот сиклей, корицы благовонные, половину против того, двести пятьдесят, тростника благовонного, двести пятьдесят, кассии пятьсот сиклей по сиклю священному и масло оливкового гинн. И сделай из всего мира для священного помазания, масть составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажем скинью собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая. Все прикасающееся к ним осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвети их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, «Это будет у меня миро священного помазания в роды ваши». Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему, оно святыня. Святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею, «Возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого, и чистого ливана, всего поровну. И сделай из них искусством составляющего масти курительный состав. Стертый, чистый, святый. Истолки его мелко, и полагай его предковчегом откровения в Скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе святыню, да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего? Продолжение следует...